Собаки на связи. Приют Северного округа для братьев наших меньших запустил проект «Позвоните питомцу». В САМ завели личные странички в скайпе. Теперь любой желающий может познакомиться с ними, не выходя из дома. Как именно это работает, узнала наш корреспондент Татьяна Костанда. Чтобы позвонить питомцу, нужно зайти на сайт supersobaka.ru и выбрать абонента, например, Майка. Если пёс вам не ответит сразу, возможно, он общается с кем-то другим, просто перезвоните через пару минут. Ну вот, нам удалось дозвониться Майку, теперь пообщаемся с ним вживую. Если раньше в месяц забирали около 10 животных, сейчас удается пристроить по 2-3 собаки. На новый интернет-проект волонтеры возлагают большие надежды. Ведь в приюте почти 600 животных, и все они ищут дом. Название «суперсобака» появилось не случайно. Псы многое пережили и при этом не потеряли доверие к людям. Мы, когда возим собак в ветеринарные клиники, на какие-то обследования, практически в каждой собаке находят пули или дробь от винтовки. Когда человек чем-то не удовлетворен в своей жизни, у него есть какие-то проблемы, он, как правило, ищет более каких-то слабых существ, на которых свою злость можно выместить. Люби, как будто тебя никогда не делали больно. Эти слова персидского философа – девиз жизни приютских собак. Правда, пес Апельсин потерю своего хозяина пережил не сразу. Месяц он отказывался есть. Мы его насильно кормили, врачи ему делали капельницы и пытались его как-то оживить, скажем так. Но, в общем-то, уже не надеялись, что собаку мы спасем. Но потихонечку он стал как-то тоже оттаивать. К нему приходили постоянные опекуны и потихоньку собака вернулась в жизнь. Вот это такой пример собачьей верности. Пес Апельсин играет с мячом ради удовольствия. А вот у баскетболистов жесткий график тренировок. На эти времена посещение собак сложно. Несмотря на это, команда Химки Подмосковья уделяет особое внимание поддержке бездомных животных. Дарит приютам корма. Один из игроков решил освоить и новый способ общения с псами. Здравствуйте. Здравствуйте, да, мы готовы пообщаться. Хорошая собачка. Кстати, Зуля, что по ту сторону экрана, раньше с родителями охраняла частное предприятие, пока однажды туда не пробрались докхантеры. Они забили животных насмерть палками. Зуле удалось спрятаться. После этого случая собаку отправили в приют. Теперь любой желающий может ей позвонить. Можно на этом сайте собак посмотреть. Там их очень много, чтобы не ездить. Просто посмотреть с ними, грубо говоря, пообщаться. Очень удобно. Как говорил главный герой фильма «Марли и я», собаке нет дела, богатый ты или бедный, умный или глупый. Подари ей любовь, и она ответит тем же. О многих ли людях можно сказать то же самое. Пообщайтесь с животными, хотя бы по видеосвязи. Татьяна Костанда, Олег Мелехов, Служба новостей.